Олег Хромов осмотрел часть придомовых территорий в поселке Развилка. Основной целью было посмотреть состояние контейнерных площадок, так как от жителей поступало много жалоб и фотографий, подтверждающих, что контейнеры переполнены, и график вывоза мусора не выполняется. В ходе проверки было видно, что работы по устранению недостатков были проведены. Многие недостатки создаем мы сами. Когда специально не выбрасываем в контейнерные площадки, этому есть подтверждение, а пытаемся оставить для каких-то других поколений, для тех, кто это подберет, какие-то ненужные вещи. То это сумка, то это книги, то это кости или какие-то остатки производства, наверное, для кормления собак и кошек. Все это, безусловно, тоже неправильно. Поэтому помимо того, что мы должны следить за графиком вывоза, за свою исполнительскую дисциплину, повышать требовательность к управляющим компаниям, мы в том числе должны приучать к культуру производства для своих жителей, что если это мусор, то его нужно выкинуть в контейнер. Причем мы сегодня видели пустые контейнеры, и спокойно можно было туда разместить соответствующий мусор. Стоит отметить, что придомовые территории находятся в хорошем состоянии. Только в неприглядном виде доски для объявлений на домах. Большое количество несанкционированной рекламы. Торговый центр, который находится в поселке, сложно охарактеризовать как здание, отвечающее правилам размещения рекламы на фасадах. Сегодня мы проводим достаточно большую работу, она не быстрая. И самое главное, что она потребует затрат не столько, сколько от муниципалитета, сколько от предпринимательского сообщества, в том числе от тех, кто сдает в аренду, кто получает в аренду соответствующие помещения, для того, чтобы привести информационные таблички, рекламные конструкции на своих зданиях и заружениях в соответствии с требованиями закона, в том числе эстетическим видом наших населенных пунктов. Этой работой мы занимаемся. И на каждое здание, находящееся в частной собственности или в муниципальной собственности, государственной, мы будем совместно с собственниками разрабатывать схему размещения рекламных конструкций и информационных материалов. После согласования этой схемы с предпринимателями, мы будем давать разумные сроки на приведение данных сооружений, данных зданий в надлежащее состояние. Еще одна проблема в поселке – это отсутствие тротуаров. Много пешеходных дорожек, ведущих в никуда. Пешеходов постоянно призывают к переходу дороги только в установленных местах. Однако безопасность этих участков не обеспечивается. Отсутствие пешеходной дорожки у перехода вынуждает жителей ходить по проезжей части в поисках асфальтированной или просто игнорировать зебры в никуда и переходить дорогу в неположенных местах, рискуя своей жизнью. Мероприятия по устранению вот этих недостатков, которые определяют все-таки комфортность проживания в каждом населенном пункте, они достаточно копеечные. Их вполне можно сделать за один строительный сезон. Там дорожка 10 квадратных метров может обходиться в зависимости от того материала, который мы с вами будем применять шириной в один метр, от 10 до 20 тысяч рублей. Это совершенно подъемные деньги для любого бюджета, в том числе и бюджета конкретного сельского поселения. Наталья Вуслаева, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.